Я точно знаю, что в нашей стране никто такого количества не делает. То есть технологический уровень нашей страны пока производителю не позволяет им подобные вещи производить. Были дилерами и Вебаста, и Вишпихера. Именно вот такого размера, больше метра, мы одними из первых, наверное, применили его в составе кондиционера пассажирского салона. Это все наши разработки, некоторые из них защищены патентами. Это получается примерно раз в 15 дешевле. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Очень часто в общении с друзьями, коллегами возникает ситуация, когда говорят, что вот в нашей стране нет ничего там своего. Все там покупное, все оттуда. Мы сами разучились там что-то делать, производить, разрабатывать там и так далее. Я хочу вам рассказать историю о том, как автосервис специализированный, который занимался в городе Липецке кондиционерами, рефрижераторами на транспорте, подогревателями, отопителями. Совершил некий прорыв в своей жизни, начал разрабатывать, впоследствии производить оборудование климатическое, как-то кондиционеры, кабин водителей, пассажирского салона, системы терморегулирования тяговых аккумуляторов. И, совершив этот прорыв, неожиданно стал одним из немногих производителей подобного оборудования, которое есть в нашей стране. В общем, история о том, как, можно сказать, из ничего родилось что-то, которое на сегодняшний день называется транспортные климатические системы под брендом Arcon. Поэтому, прошу всех послушать и, в какой-то степени, за нас порадоваться. Друзья, добрый день! Я в Липецке, в гостях компании Arcon. Компания занимается климатическим оборудованием уже много лет. Это Сафин Эльдар, основатель компании. И сегодня мы покажем небольшое производство, правда, в отсутствие рабочих, потому что у нас 12 июня, праздник. Для кого-то праздник, для кого-то дата распада Советского Союза. И на самом деле мы снимаем уже второй дубль, то почему-то у нас выключилась камера с элой батарейкой, и файл не сохранился. Ну, что ж, добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Сафин Эльдар. Я руководитель, основатель и основной деятель в организации, которая называется, предприятие наше называется Artex Transhold. А Arcon – это наша торговая марка, под которой мы выпускаем климатическое оборудование для транспорта. Мы начинали жить и развиваться как автосервис, который занимается специально климатом, как-то кондиционеры, рефрижераторы, подогреватели. И вот в 2015 году с подачи наших сотрудников мы начали заниматься разработкой и производством климатических систем для транспорта, которые впоследствии стали климатическими системами для электротранспорта. Под электротранспортом понимаются троллейбусы, электробусы и все, что на электрическом ходу. На сегодняшний день мы имеем порядка пяти разработок, которые успешно производим и поставляем их на сборочные линии в основном троллейбусных заводов, которые находятся в Вологде, это Трансальфа Вологодская, это Уфимский троллейбусный завод, известно, что он находится в Уфе, и третий завод, который с нами работает, это компания Синара. Да, завод начинался в Санкт-Петербурге, а сейчас перебрался в Челябинск, и там успешно начинает развивать производство троллейбусов. Если, я знаю, что Константин из Челябинска, если он в Челябинске увидит красные троллейбусы, то это троллейбусы компании Синара, на которой стоит наше оборудование в том числе. Можно я вас перебью? То есть вы начинали как автосервис по установке чужого климатического оборудования? Да, да. И в какой-то момент пришли к тому, что пора уже делать свое? Совершенно верно. Это было в 2015 году. Все то, что вы увидите сегодня, оборудование, производственная база, мы производим пять видов продукции. Это кондиционеры пассажирского салона, кондиционеры кабины водителя, климатическая установка кабины водителя, кстати говоря, как раз для Челябинского троллейбуса, системы, которые поддерживают температурный режим в тяговых аккумуляторах, так называемые СТРы, по-английски БТМС, Battery Thermal Management System. И есть еще ответвление, это системы воздушного охлаждения аккумуляторов. Это все наши разработки, некоторые из них защищены патентами. Тем не менее, на сегодняшний день наши системы участвуют практически в том или ином виде во всех перспективных проектах электротранспорта, которые есть на территории бывшего Советского Союза. Либо по прямым договорам с нами, либо через наших партнеров, которые делают комплектные поставки, и в составе их комплектов есть наши системы. А вот когда мы сюда ехали, вы мне говорили, что вы даже делали элементы некоторые для немецких производителей в свое время, то есть это Бишпехер и Вебаста. Да, было такое. Мы очень плотно работали из той и другой компании, были дилерами и Вебасты, и Бишпехера. И впоследствии получилось так, что часть нашего оборудования была опробована специалистами российских представительств, и мы какое-то время выпускали свое оборудование под их брендами. То есть клеили шильдики Вебасты, клеили шильдики Бишпехера и так далее. Но это достаточно распространенная практика. Большие корпорации, они, как правило, имеют либо какие-то свои разработки, либо заказывают где-то на стороне. Это понятно с практикой, безусловно. Я просто, ну я думаю, может быть и зрители тоже удивляться. Ну, редко, когда, получается, немцы заказывали, по сути, у нас оборудование для себя. Правильно, это же, ну, кому-то показывается странным и парадоксальным. Я могу сказать, что и та, и другая компания достаточно щепетильно относятся к своим брендам. И, в принципе, мы эти вещи делали, ну, не в глобальном масштабе, а применительно к территории бывшего Советского Союза, в большей степени России. Но, тем не менее, этот опыт есть и... Ну, то есть это говорит о том, что они вам доверяли, то есть в первую очередь, свое имя? Ну да, не без этого. В процессе наших разработок у нас достаточно такой, с одной стороны, тернистый путь, с другой стороны, может показаться, что он легкий. Ну, нам постоянно на этом пути попадались и хорошие люди, и хорошие организации. Вот, в качестве примера могу привести компанию Арстерм из Новосибирска. Они больше 15 лет выпускают комплекты электронных систем для троллейбусов. То есть это контроллеры верхнего, нижнего уровня, то, что работает там с дверями, с поворотниками и так далее, панели водителей и так далее. Ну, то есть вся автоматика, тяговые инверторы и прочие вещи. Вот, и они имели интерес к тому, чтобы в составе их оборудования появилась климатическая система. Они для нас разработали вот такой контроллер, достаточно оперативно и под наши требования. Таким образом, с помощью Арстерма мы получили некую электронную компоненту, которая впоследствии стала центральным элементом многих наших климатических систем. Название такое, достаточно юморное, КОКС, на самом деле переводится как контроллер климатической системы. Это второе поколение. Первое было разработано до кризиса мирового с чипами связанного, а второй вариант сделали в сентябре прошлого года, уже под более доступные чипсеты, но, тем не менее, у нас есть контроллер. Вот он, если посмотреть его содержимое, примерно так выглядит. Я не считаю, что это наше достижение, это уровень производителя, который есть в Новосибирске, компания Арстерм, с их помощью решили большое количество своих проблем. То есть, получается, это мозги для всего вашего оборудования, для управления? Да, значит, рынок пользуется двумя вариантами систем. Есть люди или заказчики консервативные, которые требуют, чтобы все было реализовано просто, на реле и так далее. А есть требования, допустим, Мосгортранса или управления транспортом Петербурга, они требуют так, чтобы система имела самодиагностику на коншине и так далее. А более простые заказчики, которые не хотят связываться с компьютерами в эксплуатации, они заказывают более простые приложения. Тем не менее, этот контроллер у нас есть. Второй вариант или вторая вещь, которая у нас получилась благодаря финансовой помощи нашего Липецкого регионального центра инжиниринга, это пульт управления, он тоже на коншине. Его делают для нас под наши требования белорусской компании, называется контакт-модуль. То есть пульт во многом идентичен тому, что стоит на любом автомобиле легковом. Система, которая в ручном или автоматическом режиме поддерживает заданную температуру, меняет скорость потока, направление подачи воздуха, режимы рециркуляции, охлаждения, обогрева, автомат и так далее. И, соответственно, есть еще лампочка, которая является источником самодиагностики. То есть через нее можно понять, какие ошибки в системе есть. Вот у нас есть такая стенка. На ней мы пытаемся, насколько возможно, сохранять какие-то этапы и вехи своего, будем говорить так, развития. Первая вещь, которая ржавая и грязная, это первый в нашей стране кондиционер, сделанный для охлаждения кабин водителей, автобусов, грузовиков и так далее. Он полностью электрический. То есть от нас он выходит собранным, заправленным, готовым к работе. Для того, чтобы его запустить на машине, необходимо смонтировать и подать плюс-минус 24 вольта. При таком электропитании он обеспечивает охлаждение холодопроизводительностью до 4 кВт. Конкретно это первый образец этого кондиционера, серийный. Он был установлен на бульдозер КамАЦУ и 3 года проработал в цехе, который складирует окатыши для металлургического производства Новолипецкого металлургического комбината. То есть вы пыль не стали очищать специально? Она не очищается, это ржавчина. Окатыши – это вогащенное железо, оксид железа. И, соответственно, в этих условиях он проработал. Я же так понимаю, это же все алюминиевое, она туда въелась уже. Кондиционер весь алюминиевый, есть несколько деталей, которые сделаны из металла. Это решеточка и кронштейн крепления компрессора. Все остальное, включая заклепки, трубки, все полностью алюминиевое. Ржавая пыль так въелась в алюминию. Совершенно верно. И он рабочий? Он рабочий, да. Все еще, ты такой вот так, как музейник с Панамом. Нет, мы перешли на другие теплообменники. И на этот же бульдозер смонтировали, здесь был трубчатый теплообменник испарительного, типа вот такого, только меньшего размера. Мы перешли на микроканальные теплообменники, которые для нас производит компания «Фрост», за что большое спасибо его руководителю Вадиму Алексеевичу Бояркину. Компания «Фрост» находится на территории научно-технического центра «АвтоВАЗа» и делает большой объем продукции, связанный с климатом, теплообменниками, трубками для «АвтоВАЗа» и для других потребителей. Посередине находится наша разработка, которая была проведена в интересах уфимского троллейбусного завода. Для их перспективного троллейбуса, который называется «Горожанин», была сделана вот такая климатическая система кабины водителя. То есть она с контроллером, с пультом управления, который я вам показывал, и обеспечивает полностью температурный режим в кабине водителя. Подобные системы были в нашей стране, но конкретно вот в таком исполнении, с контроллером, с цифровым пультом управления, это первый образец такой системы. И в ее составе использовался нагревательный элемент от наших поставщиков на так называемых керамических нагревательных элементах с положительной обратной связью. Суть всего этого названия сводится к тому, что керамический нагреватель не перегорает, греется не выше температуры, заданной составом керамики, является безопасным и достаточно компактным. Впоследствии от такого большого нагревательного элемента, который имел большую массу из радиаторов, перешли к более современному исполнению. Это вот уже сборка из семи нагревательных элементов высоковольтных. Они питаются напряжением контактной сети 600 вольт. Это более компактное, более легкое и, соответственно, в эксплуатации удобное. Третья вещь, которую мы всем показываем, это первый в нашей стране, к сожалению, уже немножко вентилятора решился, это первый транспортный чиллер. То есть, если кондиционер охлаждает воздух, то это оборудование работает по такому же принципу, как и кондиционер, только охлаждает жидкость. Жидкость, охлажденная на транспорте, в основном используется на электротранспорте для охлаждения тяговых батарей. То есть, для поддержания температурного режима в тяговых батареях, когда они отдают большой ток, греются, соответственно, для того, чтобы сохранить их характеристики, их охлаждает. Вот это оборудование было сделано именно для этого процесса. Естественно, это прототип. Впоследствии этот прототип преобразовался в систему терморегулирования, которую я вам покажу. Она немножко более габаритная и решает задачи не только охлаждения, но и обогрева. И еще одна вещь. Это так называемый микроканальный теплообменник. Именно вот такого размера, больше метра, мы одними из первых, наверное, применили его в составе кондиционера пассажирского салона. В составе кондиционера, их таких, испарителей два, соответственно, они обеспечивают необходимую мощность охлаждения порядка 20 кВт суммарно. В принципе, ничего удивительного в самом теплообменнике нет. Каждый из нас, кто ездит на легковом автомобиле с подобными вещами, ездит в составе своей климатической установки. То есть, вот такие маленькие компактные испарители, они есть в печке каждого автомобиля. Конкретно этот фреоновый. А вот такой вот, по такой же технологии сделанный, это жидкостной. Но вот именно такого большого размера, там есть свои нюансы, мы с помощью компании Фрост сделали первыми или одними из первых. Здесь у нас будем называть такая творческая часть нашей организации, конструктора, программисты. Здесь же находится, но он немножко такой сейчас препарированный, это прототип будущей системы, которая работает на тепловом насосе. Ну, фактически тепловым насосом является и любой кондиционер, но применительно к электротранспорту наши заказчики все требуют того, чтобы, потратив как можно меньше энергии, обеспечить климат необходимый. Вот именно для этого сделан кондиционер, так называемый, реверсивный. То есть, если у любого кондиционера есть та часть, которая делает холод, и вторая часть, которая тепло собранное здесь, отводит на улицу, то в этой системе испаритель и конденсатор могут меняться местами за счет вот этого клапана. В этом случае при охлаждении тепло, которое собирает испаритель, отводится на улицу. При реверсе тепло собирается с улицы и отводится в салон, так называемый режим теплового насоса. И подобные системы позволяют, потратив 1 кВт электрической энергии на работу компрессора, вентиляторов, перенести с улицы, допустим, в салон, 2-3 кВт тепловой мощности. То есть, это эффективнее, чем тратить на обогрев? То есть, 1 кВт нагрев просто через нагреватель меньше тепла? Совершенно верно. Есть такая эффективность, но она в определенной степени зависит сильно от температуры окружающего воздуха. То есть, если на улице, к примеру, 20 градусов, то его коэффициент производительности, или так называемый КОП, будет больше 3, там, ближе к 3,5. На кВт электричества он перенесет 3,5 кВт тепла. Чем ниже температура, тем этот КОП приближается к единице. И уже при температурах, допустим, ну, это зависит от используемого хладагента или фреона. Для 134-го фреона, на котором работают все автомобильные системы, при температуре ниже 5 градусов смысла в тепловом насосе уже нет. Ниже плюс 5? Ниже плюс 5, да. А тогда вопрос вам как к специалисту. То есть, вот одно время здорово рекламировали эти тепловые насосы при обогреве частного домостроения. А там, как правило, ведь используется тепло земли, по-моему. Там плюс 4 же, да, или сколько у нас? Да, плюс 4 тепло земли, значит, для того, чтобы повысить теплоперенос на таких системах, вместо 134-го фреона используют другие фреоны 407-й, 410-й. Они имеют свою специфику. И, например, при использовании 407-го фреона, температура, при которой коэффициент полезности системы равен единице, это примерно минус 10-й, минус 12 градусов. То есть, в принципе, они имеют место быть, да? Ну да, но если взять, допустим, нашу страну, для которой, для большей части которой температура минус 15-20, это рядовое явление, то смысла в тепловом насосе при такой температуре нет. Те сложности, которые он создает, не стоит того, чтобы… Нет, но мы же собираем-то под землей тепло, плюс 4 же градуса. Если речь идет, допустим, о домашних приложениях или промышленных, то да. А если то, что двигается на колесах… А, с воздуха, то есть, собирать, то есть смысла нет. Да. Но это требование, и вы его как бы реализовали? Нет, мы реализуем его до температуры плюс 5 градусов. То есть, на базе этого прототипа будет разрабатываться следующее поколение климатической системы пассажирского салона, климатической системы кабины водителя. То есть, на прототипе мы отработали решение, и теперь их нужно переводить уже в серийные системы. Значит, кроме сказанного положительного свойства в виде экономии электричества, у всех этих систем, тепловых насосов, в том числе и домашних, есть одно омерзительное свойство. Значит, внешний теплообменник, который собирает тепло с улицы, он обмерзает, превращается в глыбу льда. Что дома, что здесь, да. Поэтому для того, чтобы его оттаивать, есть специальные режимы и так далее. То есть, по сути дела, получается, подобная система сложнее сама по себе и сложнее в эксплуатации. То есть, если, к примеру, на улице плюс 2 и идет дождик, то гарантированно внешняя часть будет превращаться в глыбу льда. И раз в несколько минут необходимо обратно реверсировать систему, чтобы ее оттаить, вода, стекла и так далее. То есть, эффективность у нее упадет. Я думаю, что те затраты, которые, ну и про домостроение все немножко. Вот у меня просто есть знакомый, который вот этот тепловой насос сделал. Единственное, он, по-моему, не кабель закапывал, он, по-моему, бурил скважину и в скважину опускали эту трубу. Нет, ну, варианты разные. Чаще всего, если речь идет, допустим, о таком домашнем применении, то роется траншея, в которую укладывается метров 200-300-500 трубы, которая должна находиться ниже уровня замерзания. Я все к чему? При нашей стоимости газа, скажем так, если есть газ, есть ли необходимость сделать? То есть, не отобьется никогда, да? Ладно, вдруг среди зрителей будут те, у кого есть дома тепловой насос, кто отапливает с помощью теплового насоса. Напишите в комментариях, у кого уже 2-3 года поработал, насколько эта система эффективна и не делает ли она, грубо говоря, то есть, не создает ли дополнительных проблем. Я могу сказать, что тепловой насос есть практически у каждого дома, где стоит кондиционер. Вот кондиционер обычный бытовой, он имеет режим и обогрева, и охлаждения. Соответственно, и режим обогрева, и режим охлаждения – это тепловой насос. То есть, в природе нет процессов, которые… Вот вы спичку зажгли, допустим, получаете тепло, да? То есть, реакция окисления идет с выделением тепла. Процессов, которые идут с поглощением тепла, технологически готовых, так сказать, для широкого использования не существует. Поэтому любой кондиционер занимается отводом тепла с одного места в другое. Соответственно, если вы в составе кондиционера имеете некое устройство, которое позволяет менять теплообменники местами, то вы получаете в одном случае охлаждения отвод тепла из помещения на улицу, а в режиме обогрева отвод тепла с улицы в помещении. Почему у холодильника сзади всегда тепло? Потому что он изнутри тепло забрал. Совершенно верно. И те люди, которые ставят холодильник батареей, они, так сказать, создают ему проблемы, так сказать, потому что хуже отводятся. Я думаю, надо показать производство. Давайте начнем со второго этажа. У нас там находится основная подготовительная работа, без которой не будет работать ничто. Здесь у нас сосредоточены два участка. Первый из них, он достаточно понятен всем и известен, это жгутовой участок. Здесь нарезают провод разных цветов, течения и длин, обжимают наконечники. И впоследствии собирают, получается, вот такие жгуты. Это блок крылюшек какой-то? Да, блок крыле, предохранитель и так далее. Это для кондиционера салона пассажирского. Это, в принципе, всем известно. Ничего такого удивительного нет. Более интересно. Вторая часть – это производство фреонопроводов или труб. Кондиционер состоит как минимум из трех труб, которые соединяют его компоненты. Сейчас найдем какую-нибудь готовую трубу. Ну, допустим, вот такая труба. Это полностью изготовлено у нас. Какие-то компоненты, как-то гайка, заправочный порт, фитинг, стакан. Они покупные. Но сама труба к нам приходит вот в таких рулонах. В виде бухты, да. Конкретно эту трубу делают в Тольятти, вернее, в Самарской области. Мы эту трубу распрямляем, нарезаем на куски. И вот здесь, вот на этом оборудовании, ее сгибают с радиусом в полтора диаметра. Значит, есть такие вот гибочные волки под разные трубки. Труба зажимается, и в месте деформации в трубе находится дорн. Так называемый дорновый трубогиб. Когда мы начинали развиваться, у нас не было денег на покупку подобных вещей. Они существуют в вариантах и полуавтоматических, и с числовым программным управлением. Конкретно этот трубогиб был придуман, разработан, изготовлен и до сих пор эксплуатируется. И позволяет нам совершенно спокойно решать все свои трубные проблемы самостоятельно. А, вы сами сделали? Да, мы сами сделали. А вот роль, это направляющая, да? Это дорн. Нам необходимо ее согнуть, допустим, на, ну, к примеру, 90 градусов. Трубогиб настроен так, что дорн находится в месте деформации трубы. Труба вставляется в дорн, зажимается, гибочный башмак ставится так, чтобы труба не поворачивалась. И вы берете, соответственно, по угломеру, повернули. Вот, дальше достаете трубу. Вот она у вас, согнутая, без деформации. Мы в начале своего развития, когда у нас не было ни денег, ни славы, ни известности, его самостоятельно сделали и, как бы, до сих пор... Чертежи-то остались? Да, все есть. Можно чертежи продавать, если делать полностью некогда. Здесь каретка, то есть, если труба длинная, вы ее зажимаете. Значит, можете там миллиметры какие-то менять. Можете трубу эту поворачивать вдоль оси, соответственно, делая те гибы, которые вам интересны. Четыре размера используются в автомобильных кондиционерах. Три восьмых, одна вторая, пять восьмых и три четвертых дюйма. Я прошу прощения, я раньше вроде дурные видел, которые тоже, как бы, загибаются. Есть такие или нет? Если вы берете трубу, там... Да, большую. А, это в большом диаметре. Здесь алюминий или месь. Здесь не надо. Да, нет. Вот дурные стоят. Вот они для больших диаметров. Здесь есть штанга, на которой находится резьба. Вот она. Это для одной, второй. То есть вы настраиваете станочек, там выставляете определенно достаточно точно все эти вещи и получаете, соответственно, гибку. Второй станочек, который решает наши проблемы, делаются две операции, связанные с концами труб. Значит, в два приема делается такой вот нахлобочка, так называемый ринг соединения. То есть это не припайка, это просто деформация трубы. Здесь вот труба зажимается, и на нее наезжает та или иная матрица. Вот. И более редкая вещь. Здесь видите, вот бугорочек такой же, да? Вот бугорочек здесь и здесь. Здесь за один прием создается бугорочек с одной стороны, вставляется стакан, опрессовывается, и второй бугорочек образуется внутри. В дальнейшем, когда вы вставляете резиновый шланг и его запрессовываете на гидравлической обжимке, стакан и шланг резиновый зафиксированы относительно трубы и никуда не деваются. То есть этот станочек по-научному называется зиговочный или формовка концов труб. Ну это уже промышленный какой-то или тоже сами делают? Это тоже сами делают. Тоже в то же время, когда у нас не было ни денег, ничего. До сих пор работает. До сих пор работает, да. А вообще есть промышленные, да? Есть, да. Они все с ЧПУшками и так далее, многоходовые. Ну, в ручном режиме все как бы обеспечивается. Ну а вы не боитесь это показывать конкурентам? Постоянно меня коллеги ругают за то, что я всем все показываю. Я говорю, что подход у нас такой, попробуйте, сделайте с одной стороны. Пока вы будете делать, мы что-нибудь еще новое, так сказать, придумаем. Это, наверное, правильный подход. Да. Здесь обычный индуктор китайский, который, ну как микроволновка. Ну да. То есть индуктор, специальный флюс в виде, вернее, припой с флюсом в виде колечек. Алюминиевый, да? Алюминиевый, да. Вставляется и в индукторе там фиксируется, чтобы это не упало. Нагревается и получается вот такое вот паяное соединение. Если необходимо его почистить, то, соответственно, в ультразвуковой ванне все это нагревается в среде лимонной кислоты обычной, которая в магазине продается. И в этом случае трубка приобретает характерный блестящий вид. Если говорить о трубе, окончательно сделанной, она выглядит примерно вот так. То есть гидравлическая обжимка зажимает стакан, фиксирует трубу резиновую на трубке. Соответственно, вторая сторона и так далее. И таким образом мы оперативно можем решить все свои задачи. А трубка, она армированная там тканью, да? Трубка многослойная, она фреон не пропускает. Конкретно здесь там костенная труба, она четырехслойная. Внутри пластиковая вставочка, армирование есть там и так далее. Это, ну, естественно, все покупные вещи. Комплектующие мы заказываем, когда Остров необходимо, нам помогает. Делать наши коллеги из Тольятти. Но чаще всего это приходит из Китая. Например, если речь идет о том, чтобы заказать это в нашей стране, в свое время, когда искали, находили варианты самые лучшие, там, порядка 700 рублей, там, за вот такую детальку. Вот то, что приходит из Китая, я до сих пор не понимаю, как они живут, за счет чего. Но мы отсылаиваем чертежи и достаточно там быстро делают. Это получается примерно раз в 15 дешевле. Мы держим номенклатуру, то есть этот же фитинг может быть там с выходом трубы, там, спереди, сверху, слева, справа, под разные размеры и так далее. Мы эти вещи все у себя держим для того, чтобы можно было решать свои задачи. И иногда у нас трубки заказывают где-то какие-то посторонние организации. При нарезке трубы есть задача какая? Необходимо, чтобы не было заусенцев и опилки не оставались внутри. Вот есть соответствующие пилы, они либо в составе какого-то оборудования, либо, ну, пока нам недоступны. Не то, что недоступны, мы пока проблему эту не решили. Во всех бытовых холодильниках с помощью обычной горелки и припоя решается задача впаять, допустим, алюминиевую трубу в медную. Это без проблем. Получается, медь паяется с алюминием? Запросто. В вашем домашнем холодильнике это сделано как минимум в двух местах. Не обращал внимания никогда. Медь-то я паял, у меня паяльник медный, все, в радиокружок я ходил в детстве, я помню. Но что-то я не помню, чтобы у меня получалось паять алюминием. Сейчас есть припои и флюсы, которые паяют медь с алюминием, причем замечательно все это происходит. Он имеет разрыв. То есть вы трубку сверху вставляете, дальше уже конус сжимается и обжимает. И когда разъехалось, вы трубку достаете. А если у вас труба имеет вот такую конфигурацию, пока вы ее сюда просунете. Ну я, честно говоря, да, я видел подобные установки, но тут закрыто было для гидравлических шлангов. Да, да, здесь как раз открытый, да, это один из немногих китайских производителей, который подобное делает. Два направления, будем говорить так, с правой стороны у нас мелкие системы собираются, с левой стороны большего размера кондиционеры. Конкретно вот здесь, на этом участке собираются, я без лишней скромности могу сказать, одна из немногих, но она еще не собрана, подсобрана до конца. Это система, которая обеспечивает терморегулирование тяговых аккумуляторов. Терморегулирование обеспечивается через жидкость, по-русски через обычный антифриз автомобильный. Поэтому есть расширительный бачок, конкретно этот от автомобиля Gazelle Next с его же датчиком уровня. Есть холодильная часть, компрессор, испаритель, вот конденсатор, вот этот вентилятор сверху. Слушайте, а это нагреватель какой-то, да? Да, это высоковольтный нагреватель, раньше, в самом начале, здесь стоял высоковольтный нагреватель компании Webasto. Webasto хороший нагреватель, но очень сложный, очень нежный и сложный в управлении. Вот с помощью наших партнеров мы нашли в Китае поставщика, который делает отличный нагреватель с отличным контроллером. И мы вот им пользуемся, 6,5 киловатт тепловой мощности, он высоковольтный, питается от напряжения 600 вольт. То есть это тоже для троллейбуса, да? Троллейбусы, электробусы. Эта система называется СТР-4. Она участвует во всех перспективных проектах электротранспорта, которые есть в нашей стране. Это электробусы МАЗ, ЛИАЗ, троллейбус НИФАЗ, троллейбус Уфимского завода, троллейбус Синары в Челябинске. Эта система в препарированном виде находится в составе электрической газели, которая сейчас проходит испытания в городе Москве. И там к концу года намечается какая-то серия. Она с нашим контроллером, с управлением по коншине, имеет режимы обогрева, как я сказал, режим охлаждения через холодильную машину и режим охлаждения пассивного. Здесь спереди стоит пассивный радиатор, который при температурах на улице ниже плюс 5 градусов. С помощью радиатора, насоса и вентилятора происходит охлаждение без дополнительных затрат электрической энергии. Пассивный теплообменник делает та же компания, что и микроканальная компания Фрост в Тольятти. Эта система благодаря спецоперации получилась в нашей стране практически безальтернативной. И у нас с ней очень большие и надежды, и производственная программа большая. Буквально недавно общался с коллегами из Уфы. Эта система стоит на уфимских троллейбусах, которые бегают по Новосибирску. Сказали, что вот сейчас в Новосибирске плюс 40, и как бы у всех имеются положительные отзывы о том, что аккумуляторы не перегреваются, работают хорошо. Эта же система, только с вентилятором, расположенным внизу, стоит на электрических грузовиках, которые компания Драйв Электро выпускает на базе шасси Исудзу, 5-ти, соответственно, 9-тонные. Она стоит на раме ниже будки, и поэтому вентилятор обеспечивает выдув вниз в сторону асфальта. А то, что стоит на крышах троллейбусов и электробусов, обеспечивает выдув вверх. Здесь, если увидите, как раз то, что характерно для тепловых насосов, это жидкостной испаритель. То есть здесь два контура, в одном контуре фреон, в другом контуре антифриз. И за счет кипения фреона происходит сбор тепла, который приходит с аккумуляторов, и передача их в атмосферу. Мы постепенно растем, обеспечиваем нормальные условия для быстрой сборки. То есть здесь оборудование для проведения пусконаладочных работ, источники питания 24 вольта, 600 вольт. Есть устройства, которые позволяют без ведер и воронок заполнять систему теплоносителем, после проверки их откачивать. Есть, но здесь не представлены компьютеры, которые проводят тестирование во всех режимах, перед тем, как оборудование выйдет от нас в эксплуатацию. Здесь два участка. На одном участке собирается климатическая система кабина водителя, кабина водителя троллейбуса Финаров для Челябинска. Это ящик, который монтируется впереди кабины и в автономном режиме, используя электропитание троллейбусной сети, 600 вольт и 24 вольта бортовое, обеспечивает поддержание температурного режима. Я сразу предупреждаю, что это все не дособрано до конца. Здесь есть компрессор, испаритель, конденсатор с обратной стороны, с вентилятором, контроллер наш известный. Я узнаю, что это такое. У меня такое на газовом котле. Это датчик. Датчик перегрева, да. То есть, если температура нагревателя станет выше какого-то значения, он сигнализирует контроллеру, который самостоятельно отключает. У меня начал отключаться котел. Историю расскажу. Котел ростовский. Я им тоже позвонил, говорю, вот так и так датчик у меня вышел из строя. Сколько он за конца? В общем, они мне такую сумму назвали. Я что-то сходил, ходил, маялся. Зашел в Алиэкспресс, он там 60 рублей путался. Они недорогие. Если вы покупаете массово, то они ничего. Я их купил сразу пару штук и, в принципе, работает он у меня все еще. Ну, надо подходить очень осторожно, потому что датчики имеют свои характеристики. А я с такой же характеристикой нашел, то есть с обозначением. Нет, это хорошо, что вы человек грамотный. Другой может купить место 90 градусов, будет 120. И уже можно получить какие-то фатальные последствия. В лучшем случае оплавление чего-то, а в худшем случае что-нибудь посерьезнее. Здесь это блокировка, предохранитель, который на всякий случай обеспечивает предотвращение той ситуации, которая, в принципе, невозможна, потому что нагреватель не перегревается. Вот все-таки элементная база, вот сейчас уже на готовом изделии. Можете рассказать, что наше, а что не наше? Вентилятор. Здесь китайский аналог итальянского вентилятора. Значит, итальянская компания SPAL, крупнейший в мире производитель вентиляторов, независимо от тех процессов, которые происходят в мире и Европе, до сих пор совершенно официально и легально поставляет свои вентиляторы в нашу страну. Мы ими пользуемся во всех своих системах. Конкретно здесь стоит китайский аналог этого устройства. Значит, нагревательный элемент, сам элемент, покупается нами в Китае, заказан под наши техусловия. Мы из него собираем уже непосредственно весь этот блок. Испаритель Тольятинский, компрессор китайский, трубки, проводка, контроллер, корпуса. Это все наше. То есть, ну, если бы в нашей стране производили компрессора, ну, их нету. То есть технологический уровень нашей страны пока производители не позволяют им подобные вещи производить. Компания Бенлинг известная, им пользуется там практически весь мир, в том числе и мы. Пульт, получается, вы сказали, белорусский, да? Пульт белорусский, да? Пульт белорусский. И компьютер собираем в Новосибирске. Новосибирске, да? Ну, тоже там, наверное, детали, это в большей части вся элементная база, наверное, скорее всего, Китай. Ну, чипсет, наверное, какой-то откуда-то, не могу сказать. Конечный продукт наш, получается. Значит, следующий наш продукт. Кстати говоря, вот остался логотип Вебаста. Это на крышный кондиционер. Да, на крышный кондиционер. Значит, я вам вначале сам показывал тот, который весь покрыт ржавчиной. Сейчас мы готовим следующее поколение, модернизацию этого оборудования. Она в основном направлена на то, чтобы повысить технологичность при сборке. То есть, это мы делали в юности, не имея понятия, так сказать, о том, что нам когда-то придется собирать их там по несколько десятков в неделю. Он состоит из большого количества деталей, которые приходится приклепывать, промазывать герметиком, наклеивать утеплитель и так далее. Поэтому была проведена работа. Я надеюсь, что в течение ближайшего месяца, я вам сейчас покажу какие-то детали от новой системы, он будет модернизирован и станет более технологичным. Меньшими усилиями мы сможем собирать большее количество оборудования. То есть, вы пришли к тому, что объемы-то увеличиваются, да, и надо как-то ускорить процесс? Могу без лишней скромности сказать, на прошлой неделе у нас за последние полтора года активного производства вышел 500-й кондиционер. Я точно знаю, что в нашей стране никто такое количество не делает. У нас есть конкуренты, с большей частью мы совершенно нормально дружим, но тем не менее, такие объемы больше характерны для нашего продукта, нежели для каких-то других. Так получилось или повезло, с самого начала все свои разработки вели в трехмерных моделях, и это позволяло оперативно дальше реализовывать процесс непосредственно производства. Конкретно на этом станке он имеет небольшую высоту хода головки по частям, конкретно здесь три части, нижняя, средняя и верхняя. По 3D-модели точится матрица, на которой в дальнейшем, после того, как ее подготовят, отшлифуют, она станет тверже, благодаря определенным процессам, делается матрица для формовки пластика. Конкретно вот так будет выглядеть следующее поколение кондиционера, которые только что смотрели. Уже вместо ABS-пластика будет использоваться более современный материал, так называемый PMA-пластик, он более твердый, более крепкий, долговечный и так далее, не желтеет. То есть это станочек, который позволяет нам кроить какие-то вещи, точить матрицы, и иногда, например, если взять вот такую детальку, на этом же станке после формовки мы обрезали лист, дабы получить, то есть это формуется по одной матрице, дальше пластик при остывании уменьшается. Для того, чтобы обрезать на станке, необходимо задавать станку базу и закреплять деталь пластиковую. То есть я вам сейчас покажу процесс формовки, насколько это будет кому интересно. Делается вторая матрица поменьше, она на нее, лист одевается сформованный, вакуумом присасывается, и станку задается база, он ее обрезает, делает дырочки и так далее. Тоже называется голь на выдумке хитро. Четвертый станок нами сделанный для формовки пластиковых вещей. Я видел такую технологию, многие у нас используют. Да, это тоже самая простая вещь, которая позволяет пластиковый лист сформовать. То есть вот здесь делается воздухораспределительная панель, вот такая. То есть, грубо говоря, после формовки вы получаете, вот она здесь еще одевается, там вторая деталь обрезали, и получаете уже непосредственно ту вещь, которая крепится на кондиционер, делает воздухораспределение. Здесь отличительное свойство этого станка заключается в том, что при формовке используются, ну будем говорить так, две технологии. Предварительным раздувом пластика и без него. То есть мы здесь, при изготовлении зажимается лист, рамка поднимается вверх, включается нагреватель. Ярко, тепло. Ну понятно, вот это лампы, да? Как они называются, кстати? Это обычные кварцевые лампы. Используется в качестве нагрева. Очень надежные, вот мы 4 года назад этот станок сделали. Если за это время там 3-5 лампочек поменяли, то возможно я сильно преувеличу. Значит лист нагревается, при нагреве провисает, вот, то есть он увеличивается, будем говорить так, поверхность. Дальше он опускается вниз, и здесь основное хитрое свойство этого станка. Значит, вот линия, в которой зажимается пластик, а это стол. За счет того, что стол прижимается к разогретому пластику, по периметру, за счет этой высоты, получается мешок, из которого обычным промышленным пылесосом откачивается воздух, создается вакуум, и благодаря атмосферному давлению лист приобретает форму матрицы. Дальше остужается, снимается, обрезается, получаете деталь. А где идет отсутствие воздуха еще раз, в каком месте? Вы здесь не увидите его, я говорю, вот это, наверное, нет? Смотрите, внизу, видите, вот там, вот подведем вакуумный, будем говорить, шланг. Вот я вижу, а где он, а, в матрице, а вот они, дырочки вот эти, да? Да, да, да. То есть, мешок создается за счет стола и прижимы пластика по краям. И уже из-под него высасывается, а вот эта часть, она и так сформуется, но внизу, чтобы пузыри не оставались, нужно делать дырочки, а стол, соответственно, видите, он такой с сеточкой. Обычный МДФ, мы поначалу, когда делали матрицы, значит, покупали дорогой бельгийский МДФ, он там красивого, изумрудного цвета, он влагостойкий, стоит космических денег. Потом пришли к выводу, что чем хуже качество МДФ, тем лучше получаются матрицы. Почему? Значит, когда окончательно изготовили, берется эпоксидная смола, обычный промышленный фен. А, лучше впитывается. Питывается лучше, да. Понял. То есть, в хорошую МДФ много не впитается эпоксидки, а тут получается больше впитывается. Да, впитывается, дальше вы ее шлифуете, мажете воском, получаете. Вот, ну, конкретно вот по этой матрице, я думаю, что уже, ну, больше тысячи отработали. Ну, да, а что это по большому счету сделается? Нет, есть разные нюансы, так сказать. Вот, если вот туда посмотрите, вот, стеклопластиковая матрица, она уже для тиражей там несколько тысяч. То есть, все равно есть какие-то места, ну, допустим, вот углы острые какие-то места, они могут постепенно, изнашиваться. Нет, не изнашиваться, трескаются, отваливаются, да. А, то есть эпоксидка под воздействием температуры немножко разрушается. Ну, да, ну, все разрушается, да. Значит, чтобы получить такую матрицу стеклопластиковую, по прямой деревянной модели делается обратная стеклопластиковая матрица, потом по ней делается прямая. То есть, сам процесс изготовления матрицы достаточно трудоемкий, длительный и недешевый. А если сразу под стеклопластиковую матрицу, конечную, из МДФ, как бы отзеркалить конструкцию? Здесь свои нюансы есть, но делают вот так, как я сказал, три этапа. То есть, деревянная, обратная, прямая. Здесь при изготовлении пластика очень много всяких нюансов, которые связаны в основном с тем, что при остывании пластик непрогнозируемо деформируется в сторону уменьшения размеров. То есть, вы можете подгадать, что обычно там процент, два-три процента уменьшается в длину, но может получиться из-за конфигурации деталей, что он в этом направлении остается таким же, в том уменьшается. То есть, в итоге сразу при разработке модели нужно какие-то допуски закладывать, но это уже опыт, который дается кровью. Здесь вот матрица разная. Да, это разные матрицы всякие. А это, собственно, пластик. Это пластик, да. Лист, обычный лист. Это как он, автомобильный пластик называется? Это АБС-пластик. Самое, что у него есть, распространенная автомобильная вещь. Значит, в отличие от известных, так сказать, притч, пластик впитывает воду. Впитывает? Да. Если вы ее поддержите, допустим, без полиэтилена, без силикагировых мешочков, там, пару недель в открытом состоянии, то при нагреве в пластике закипает вода, образуются пузырьки. И поверхность пластика становится похожа на поверхность Луны. Лопается. Кратера, да? Да, это АБС-пластик. Если брать, допустим, акрил или поликарбонат, его вообще перед формовкой в печи выдерживают при температуре 100 градусов, там, пару часов. В этом случае вода постепенно оттуда выводится, и уже при формовке внутри акрила не образуется пузырьков. Ну, этот участок, будем говорить так, любое производство имеет романтический выход, когда получается готовая деталь. И очень много неромантических, нечистых, грязных, так сказать, трудоемких и неприятных процессов, вот, связанных там. Нужно что-то отрезать, подрезать, резьбу нарезать, там, еще что-то такое. Ну, опять же, вот если говорить о том, что мы пользуемся многими вещами, которые именно в нашей стране сделаны, есть вот это ультразвуковая сварка пластика. Возможно, вдруг кто-то из тех, кто будет ваши ролики смотреть, увидит, скажет спасибо. Значит, ультразвук, резонанс, при резонансе идет нагрев, и пластик сваривается. То есть, все-таки нагрев идет? Да. Фактически. То же самое с металлом идет при ультразвуковой сварке. Да, ну, если вы возьмете любую баночку йогурта или чего-то еще, крышечка, алюминиевая фольга сверху приварена ультразвуком. А, вон как. Да. Интересно, йогурт не портится при этом? Йогурт не успевает. Не, может какие-нибудь свойства у него появляются, как-то съедобные. Я давно не работаю, но попробую сейчас что-нибудь сообразить. Вот, берем пластик, берем, ну, допустим, еще один пластик. Здесь жальца, оно имеет критичность к толщине пластика. То есть, если вот вы поближе подойдете, видите углубление, торчащий кончик, да, и вот эта конструкция, ее размеры, они для того, чтобы со свариваемой стороны сварилось, а с обратной не было ничего видно, должны иметь определенные размеры, соответствующие толщине. Тоже китайская штука или наша? Это наша. Это делает Россия, да. Это делает, по-моему, или Мефис, или как-то называется. Ну, наша мы давно купили. Сейчас я попробую. Так, надо включить что-то. Что-то пищало, я слышал. Значит, он сначала настраивается на резонанс. Вот здесь вот. Дальше. Так. Красиво. Здесь тонкие вещи какие-то приваривают. Ну, вот что-то припаялось. Припаялось, да. Ну, я хочу показать, что вот с одной стороны будет приварено, а с другой стороны все так же останется девственное, как и было. Сейчас. Наверное, резонанс не поймали. Там загореться должно красным. Вот. А, или наоборот, не должно зареть. Вот видите, не до конца приварилось, но суть такая, что. Действительно, прикольно. Вот так вот так. Слушайте, я такую же уже штуку хочу. Не знаю зачем. Я редко уже поделками занимаюсь. Райся, чашка. Вот теперь образовалась характерная воронка. С этой стороны. А, это от предыдущего стола? Нет, это стол просто. Нужно класть на деревяшку. Не-не-не, это другая. Вот. Ну, в общем, идея вот такая. Понял. Хорошая идея. Я попробую оторвать. Ух ты! У меня она крепко. Крепко вообще. Да, припаялось прям. Здорово. Вот в этом году у нас появились какие-то свои средства. Мы купили станочек лазерный. Новый, современный IPG-шный и гибочный. Станочек на 135 тонн. Теперь мы самостоятельно режем все свои заготовки. Алюминиевые. Ну, в основном в кондиционерах используется оцинковка. Миллиметровые. 1,2. 0,5. Или алюминий. 2,5-3 миллиметра. А до этого просто резали? До этого у нас здесь недалеко есть коллеги, у которых мы размещали заказы. Вот за последний квартал прошлого года мы разместили у них заказы как раз на стоимость двух станков. И решили купить себе. Поняли, что уже пора, да? Ну да, нет. На самом деле все производители занимаются размещением заказов на стороне. Мы делали пластиковые детали все самостоятельно. Сейчас мы оставили у себя мелочь, потому что делать большие детали, к которым сейчас подойдем, для кондиционера салона мы здесь не имеем ни столько народу, ни пространства и так далее. Поэтому проще его заказывать там, где мы раньше заказывали лист. Очень хорошие люди, всегда очень внимательно относятся к нашим заказам и помогают делать. Он еще пока практически в начале своего жизненного пути. Ну там он, судя по отходам уже видно, что поработал. Поработал немножко. По сравнению с тем оборудованием, которое есть у наших исполнителей, это, конечно, значительно лучше. Они слюнки немножко пускают, когда видят, что у нас есть. А это чей гибочник-то? И тот, и другой, все китайское. Китайское, да. А вот в сторону нашего-то российского смотрели? Я думаю, что они, наверное, тоже есть, но это либо дороже. Ну то есть вы даже не смотрели, да? Ну нет, лазеры точно у нас делают насчет гибочников? Нет, сами лазеры делают наверняка. Но смысл в чем? Вот станина, которую, если у нас будут варить, она наверняка будет стоить значительно дороже, чем там. Но вы не анализировали. То есть вы просто сразу, наверное, посмотрели где-то у знакомых, да, у кого есть такое оборудование? Ну, в основном есть интернет, есть, так сказать, потребности и так далее. Вот. Мы покупали первый станок фрезерный в компании Ками. Есть такая большая компания. Вот. Тогда не было денег, мы отказались. Не заплатили 84, что ли, тысячи за пусконаладку. У нас в первый же день сломался шпиндель, который как раз так же стоил примерно. Они из-за отсутствия пусконаладки отказались в гарантии. Вот после этого я посчитал, что мы с ними больше работать и вот на теменение вот спустя. Ну, а шпиндель-то сломался по чьей вине все-таки? Ну, потом мы купили другой шпиндель, у нас точно так же сломался на второй день. Вот. Поняли, что как нужно затягивать цангу для того, чтобы не происходило подобных вещей. Здесь уже полностью обратились к ним. Все-таки на пусконаладки не надо экономить. Не стоит, да. Приехали люди, значит, запустили, научили. Основная проблема, которую испытывают все, я так думаю, что в нашей стране, это отсутствие людей, которые либо способны, либо желают работать. Это проблема, к сожалению. То есть у нас долгое время идеология, которую нам транслировали по телевизору молодежи, к сожалению, ну, не, скажем так, рабочий класс-то не превозносила. Мы потеряли эту удоспособную часть населения. Я вспоминаю фильмы, которые я с детства смотрел, там, как закалялась сталь, стахановское движение и так далее. То есть там вот этот, еще советские фильмы, старые. Все-таки вот если вспомнить, то есть тогда действительно ведь культивировалось именно, ну, достоинство, культ обычного рабочего человека. Да. И последнее время там. Сейчас мы тоже пришли, и я думаю, что постепенно этот процесс весь вернется в нормальное состояние. Будет уважение к человеку, который трудится, в том числе руками, вот, будет уважение к этому процессу, будет соответствующие условия, оплата и так далее, да. Значит, к сожалению, я вам говорил, что у нас все по пятницам практически забирают в разные стороны. В Уфу, Челябинск, Минск, вот, или... Ну, в смысле отгрузка идет? Да, отгрузка, вот. Поэтому здесь я вот к вашему приходу собрал некий, так сказать, сырец кондиционера пассажирского салона. Это куда-то на автобус на большой, да? Это троллейбусы. Троллейбусы. Да, троллейбусы Уфимские и Вологодские. Тоже наша разработка. Есть конденсаторный блок с теплообменником большим, который делает Фрост. Вентиляторы итальянские. Пластик мы изначально делали сами, но сейчас, ввиду больших заказов, производство их разместили в Тольятти. Значит, теплообменники, вентиляторы, то есть испаритель один левый, испаритель правый, компрессор, шланги, трубки и так далее. В итоге, когда все это здесь собирается, проверяется, заправляется, отсюда выходит уже рабочий кондиционер заправленный, его нужно только смонтировать на крышу и подключить электропитание. Сколько у него мощность? Здесь 20 кВт. 20 кВт, воздухообмен 4000 км в час. Это у нас сборочные линии, одновременно собирают порядка 6 единиц. Здесь подготовительная часть собирают испарители, конденсаторы, вот видите, на полочке сложенные. А здесь для чего вот это вот, как поролон или как правильно это? Если вот здесь смотреть, то он выполняет, передняя часть выполняет задачи противопылевого фильтра, а задняя часть выполняет задачи удаления влаги. То есть, если накопилась большая влага, к примеру, или вы первый раз после выключения включаете или меняете скорость вентилятора, при изменении потока идет водопад, вентилятор может засосать, да? И салон, ну и салон, соответственно. Вентилятор все равно в салоне плохо, да. А, то есть вентилятору ничего не будет? Ничего не будет. И это так называемый ретикулированный поролон, поролон с открытой ячеичной структурой, ну там, у него есть свои характеристики. Он теоретически имеет нулевое сопротивление к воздуху. Кстати говоря, немцы его придумали, и до сих пор он в России завозится блоками, здесь уже нарезают под размер. А откуда он, кстати? Немецкий. Немецкий? Это нет, сам материал немецкий, а в Москве есть организация, которая занимается кровельными вещами. Вот. Если вы, допустим, ретикулированный поролон будете покупать специализированный для автомобильных вещей, вы получите цену примерно в 5-6 раз больше, чем то же самое в кровельных приложениях. Ну понятно. В кровле используется, то есть есть, допустим, конек на профиль, да. Пароизоляция-то, ну, нет, не пароизоляция, то есть она воздух пропускает, есть движение воздуха, но ни мухи, ни комары, так сказать, ни пыль, ни грязь не траходит. А так вот продувается. Вот, соответственно, у него есть ячейки больше, меньше там и так далее. Если вы возьмете любую газонокосилку, макет или еще что-то такое, в качестве воздушного фильтра используется вот такая штука. Она иногда промасленная. Угу, чтобы лучше пыль задерживать. Чтобы задерживать пыль, да. А получается, та влага, которая попадает-то в него, она потом испаряется или она куда-то сливается? Нет, влага не испаряется. Здесь, вот в этом поддоне стоит испаритель. Вот сюда кладется тот же самый поролон, сверху ставится испаритель. Поролон кладется для чего? Для того, чтобы при резких, будем говорить, не выплеснулось. Не выплеснулось, да. И здесь по краям две трубочки дренажные. Сейчас пошла мода. Раньше дренажные трубочки выводили в салон, дальше трубочками куда-то вниз под днище сваливалось, то есть выливалось. А сейчас вот две трубы, две трубы и льется на крышу, а дальше с крыши уже. Эту тенденцию стали иметь большая часть производителей. Мы тоже не удержались, упростили свою конструкцию. Это приточный заслонка. Здесь пока привод еще не стоит. То есть воздух с улицы выпадает через эту заслонку в салон. Например, в современных проектах транспорта в Москве, в Питере уже в тех заданиях прописано, что система должна иметь датчики угарного газа, СО2. Если концентрация СО2 в салоне превышает выше чего-то, то заслонка должна автоматически открывать приток свежего воздуха. Кстати, про электромобиль что-то вспомнил. Там дождевую воду в бачок омывателя собирать. Может быть, тут тоже можно было... Не дождевую воду. Не дождевую воду. А конденсат, который из кондиционера выходит. И дождевую, по-моему, кто-то мне рассказывал. Через фильтр с лобового стекла дождевая вода попадает в омыватель. Я бы не стал собирать грязь в бачок, да. Очень характерно для грузовиков, типа вот Вольво, Дафы. Нам приходится сталкиваться в современных. И в омывательный бачок конденсат сливается. Есть такое, да? То есть там можно... То есть воздух проходит через фильтр, он более-менее чистый, свежий. А так, если вы с лобового стекла дождевую воду сольете, тогда, я думаю... Ну, может быть, я ошибаюсь, да. На третий раз песенок забьется, да. Раньше была проблема, допустим, заставить народ помыть полы после работы. Ага. Купил поломоечную машину, теперь, так сказать. Как в торговом центре, бегают, так сказать, по окончании работы. Ага. Вот. Сейчас покажу вам гениальную вещь, которую, не знаю, кто придумал, но это нечто. Если у вас вдруг в доме есть проблемы с подметанием, например, живете в частном доме, да, и у вас там постоянно грязь и мусор на этом самом... Есть вот такая, где найти. Найти, куда ее дели. Можно пока посмотреть. Здесь у нас такой человеческий угол. Я когда в седьмом году, в 2007 автосервис переехал в другое место, первое... У нас была территория, где туалет сухого типа, воды нету. Вот мы первое, с чего начали, это сделали скважину и канализацию. И до сих пор там как бы все это пользуется. Я считаю, что человек, который сделал, он гениальный. Здесь три скорости, значит, привода щеток от колес. Первая, вторая, третья. То есть она чисто механическая? Да, механическая. Это контейнер, который все собирается. Здесь, видите, щеточка, которую мусор поднимает. Как у пылесоса. Да, да, да. У электрического. Значит, вот вы ее собрали. И если вот в таком положении, не вот так вот, а именно в таком положении, двигаетесь, собирает, подметает. Когда контейнер заполняется, его тяжесть увеличивается, и он поднимает, показывает, что она полная. Вот такие гениальные вещи мне настолько нравятся, и я сам иногда. Здесь в качестве этой физкультуры и зарядки по двору бегаю, несмотря на эти, на недоуменные взгляды коллег и сотрудников. Ясно. Надеюсь, кому-то обзор окажется полезным. Вот, он у нас случился спонтанно. Приезжал я в компанию ETM Installation, директор которой является знакомым, хорошим Ильдара. Нет, мы там, а не на втором этаже, мы там на первом этаже арендовали с 1 июня прошлого года по 1 апреля этого года. И ETM, они занимаются нержавеющей. Собственно, на канале, если вы этот ролик смотрите, посмотрите. Вон еще был ролик про ребят, собственно, про них. Они занимаются изготовлением различного емкостного оборудования для пищевки из нержавеющих стали. Ну вот они нас познакомили. Я приехал к Ильдару, и вот такой мы небольшой фильм сняли. Может быть, кому-то полезным окажется, интересным. Пишите какие-то идеи, комментарии, может быть. Делают ребята, получается, даже для Вебаста делали. Делали для Вебаста. На самом деле, я хочу сказать, что нам в очень большой степени повезло. Во-первых, повезло, потому что мы этим когда-то начали заниматься. Во-вторых, помогла та ситуация, которая есть в нашей стране. Но если бы у нас не было той базы, которую мы самостоятельно развили, наверное, ничего бы этого не было. Поэтому я хочу сказать, что не боги горшки обжигают. Все, что делается, делается руками. Как сказал кузнец в фильме «Формула любви», то, что сделал один человек, другой всегда запросто разобрать может. Не только разобрать, но и собрать тоже. Надеюсь, что мы в ближайшем будущем построим и переедем в большее производственное помещение. На сегодняшний день наши производственные возможности ограничивают только помещение. В общем, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных, я надеюсь, видео с производственных предприятий нашей страны. И не только нашей. В скором времени еду в Южную Корею. Вот, может быть, там тоже что-то увидите. Скажем так, корейцы поделятся опытом с нами. Субтитры сделал DimaTorzok